Водочная церемония В отличие от японской чайной церемонии, таинство знаменитой русской водочной церемонии было доступно простым трудящимся, а не только знати и прослойки самураев, пивших кровь трудового японского народа, вся водочная церемония направлена на то, чтобы каждый ее участник достиг желанного скотского состояния. Наверняка каждый из вас видел, как, подобно римским патрициям, возлежат участники только что завершившейся русской водочной церемонии под забором или просто на земле в обмученных тугах и стеганых туниках. И наверняка многих в этот момент обуревала жгучая зависть по отношению к посвященному, его блаженному храпу, безмятежно пущенным слюням, диагеновской неприхотливости и поистине ангельской невозмутимости. Поводом для начала церемонии может послужить все что угодно – рождение, смерть, пятница. Иногда церемония растягивается на несколько дней, а иногда – на всю жизнь. Так или иначе, удачной считается церемония, которую никто из участников не помнит, в середине прошлого века водочная церемония чаще всего проходила в традиционном водочном домике, напоминающем веранду детского садика, да зачастую и расположенном на территории детского садика. Также для церемонии хорошо подходят кусты цветущей сирени или акации, они усиливают и без того романтическую атмосферу. Опытные, уважаемые участники церемонии отличаются от начинающих красной и сизой раскраской на лице. Они помогают новичкам правильно себя вести за и под столом во время таинства. Ведь в водочной церемонии важно все, как человек пьет, как курит, как матерится, как спит, как отлучается по нужде и так далее. Выглядит церемония примерно так, на ровную, желательно, горизонтальную поверхность стелится ритуальная газета, обычай стелить газету русские пьяницы, очевидно, позаимствовали у начитанных пьяниц-евреев. Затем из карманов достается ритуальный стакан, с которого аккуратно сдувают табачные крошки и пыль. Граненые стаканы эпохи Ли Бряжнева отличаются особой ценностью, каждое движение участников наполнено глубоким смыслом. Движения плавные и скупые, ибо во время церемонии не следует тратить энергию, а надо ее накапливать, ибо впереди долгая дорога домой. Но это будет потом, а пока участники церемонии поочередно созерцают закрытую бутылку, пытаясь постичь ее внутреннюю сущность. Непосредственно перед открытием сосуда водку принято взбалтывать и смотреть на пузырьки со вниманием. Большое количество пузырьков сулят здоровье и счастье, малые болезни. Водку пьют маленькими порциями по 50-100 граммов. Перед тем, как выпить очередную порцию священного напитка, принято произносить так называемые тосты, шуточные пожелания, которые по поверью исполнятся, если водка будет выпита. Каждое выпивание следует предварять глубоким вздохом, символизирующим изгнание злых сивушных духов. Вообще-то водочная церемония дает участникам достаточную свободу в выборе напитка. В низших слоях общества в качестве водки может использоваться портвишок, плодово-ягодное вино, настойка боярышника, корвалол и даже разбавленное пиво, зато особую роль играет закуска. Неправильный выбор закуски, например, казинаки, вафли или кремовый торт, способен свести на нет все впечатление церемонии. В античную эпоху водку закусывали селедкой, реже – огурцом. Во второй половине прошлого века на смену селедки пришел плавленый сырок. Некоторые русские после первой вообще не закусывают, и после второй тоже не закусывают, и после третьей. Такие люди ценятся очень высоко, их стараются почаще приглашать к столу. Желательно также, чтобы на церемонии присутствовало некоторое количество женщин. Наличие женщин делает участников более раскованными, поскольку теперь есть кому потом помыть посуду и прибрать так называемый срач. В древности на церемонию нередко захаживали старцы, алкоголики-перехожие, и просили налить им на пасашок, на гребешок, на ремешок или еще куда-нибудь. Пасашки ушли в далекое прошлое, а обычай остался и так – церемония в полном разгаре. Участники полностью сосредоточены на напитке. Весь мир на некоторое время как бы перестает существовать для них. Они в глубокой медитации. При этом некоторые участники принимают довольно причудливые позы. Стойка на коленях, или как говорят русские, на карачках пришла к нам из Японии. Японцы выражают таким образом свое почтение к чаю, а русские свое презрение к всемирному тяготению, а вот так называемые танки ничего общего с Японией не имеют. Танки – это старинное русское песнопение. Оно потрясает невольных слушателей невообразимой красотой и отсутствием лаконизма. Танки звучат, как правило, на так называемой песенной стадии церемонии. Ей обычно предшествует стадия «хорошо сидим», которую следует выделить особо. К 20-й минуте действия участники должны вести несколько одновременных разговоров примерно одинаковой громкости. Не мешающих друг другу за песенной стадии следует стадия «уважительная», на которой все, кто еще остался в числе участников, горячо заверяют друг друга в своих чувствах друг к другу. Случается, что кое-кому из выпивающих приходится раньше времени покинуть церемонию и своих друзей. В этом случае он отмечает окончание церемонии глубоким земным поклоном, после чего становится на колени или ложится на лицо и засыпает. На любой из указанных выше стадий может закончиться водка. Происходит это всегда неожиданно даже для самых искушенных пьяниц. В любой другой стране участники застолья с этим фактом смиряются и расходятся по домам, объясняя свое малодушие неким здравым смыслом. Однако русские люди не пасуют перед обстоятельствами, а выдвигают из своих рядов так называемого гонца, который должен добыть еще немного священной и желательно заводской жидкости с тем, чтобы спасти церемонию от преждевременного угасания. В гонце обычно выбирают самого ответственного, целеустремленного служащего всем примером молодого, таким образом. Продолжительность знаменитой русской водочной церемонии определяется отнюдь не количеством водки, а наличием дееспособных гонцов чаще всего русская водочная церемония заканчивается так же постепенно и неспешно, как и начиналось. Один за другим участники выпивают на пасашок и уходят иногда в себя, символизируя собой быстротечность жизни, краткость минут наслаждения и верховенства долга. Леснику на ногу упал топор «Ах ты агрохуенная, обламуденная, тремудобляцкая пиздопроебина, охуевшая от собственной злоебучести до заебистой треебучим проебом!» Сказал Лесник, а дальше послышалась нецензурная брань.